Так, буквально 5 минут назад я вышел с темной башни и, думаю, по лицу можно догадаться в впечатлениях. Тем не менее, самой большой проблемой во время просмотра был какой-то ублюдок, который ел непонятно что. Запах был похож на какую-то, блин, смесь колбасы, свеклы и менструальной крови. Это реально блевотно было и отвлекало и бесило меня больше, чем различные косяки фильма. Я спасался гелем-антисептиком, который с сильным спиртовым запахом более-менее спасал мой нос. Ну, то есть даже из этого отступления можно понять, что фильм, в принципе, плох, но не то чтобы терминально плох. Ну, то есть, когда до выхода читаешь разгромные рецензии, видишь низкий рейтинг, идешь с заниженными ожиданиями. И, в общем, наверное, это сыграло свою роль, но он действительно не так плох. Какой-нибудь там отряд самоубийц сделан в разы качественнее, с огромным бюджетом, но он плох. Просто потому что там все нелепо, все пошло и безвкусно, например. Здесь просто в основном чувствуется низкий бюджет. Например, в многих местах какие-то проблемы с фокусировкой, я не знаю. Иногда бывают такие операторские приемы, когда тебе показывают крупным планом лица героя, но оно не в фокусе. И иногда это может служить какой-то цели. Здесь же было похоже просто на косяк какой-то. В некоторых местах камера реально дрожит. И это тоже выглядит ничем не оправданным. Ну, тоже как косяк. Низкое качество, низкое разрешение каких-то эффектов. В основном, как это называется, каких-то сцен, которые в пейзаж вклеены при композитинге. Хоть они и мелькают буквально на несколько секунд, но даже за эти секунды можно разглядеть, что разрешение ниже, чем, собственно, разрешение, в котором снимался фильм. Так, я все забываю, что камера здесь. Так, ладно, не буду перерывачить. Итак, теперь по более важным сюжетным местам. Если оставить срач о том, что Роланд черный, что за херня, почему это не Клинтист, вот где канон, все дела, то в остальном попытку, я думаю, можно засчитать. В попытку переработки книг и то, что все недословно экранизировано. В общем-то, это правильное решение, я считаю. Но в некоторых местах напрягает какая-то странная мешанина из четырех, наверное, книг. Ну и сначала она выглядит оправданной относительно. А потом, когда начинаются вставки уже более поздних книг, я, к сожалению, не могу дословно все передать и вспомнить, потому что читал их больше десяти лет назад, закончил последнюю и не освежал перед просмотром, иначе бы у меня, наверное, вообще полыхало. В общем, там есть куча отсылок, в принципе, по творчеству, по темной башне, например, в финальной сцене, афиши кинотеатра «Неделя спагетти вестернов», что, в общем-то, символизирует. Также мелькают какие-то отсылки, которые вроде бы радуют, но с другой стороны выглядят просто как будто человек пытается показать, что он знает. Хотя просто так по верхушкам где-то нахватался. Вот здесь так же, то есть они, они, блин, они то, что нужно, но не к месту или не в тему. Ого, что еще, что еще сказать? Да, основные проблемы, я считаю, от низкого бюджета и маленького хронометража. То есть сто минут явно мало. Они кое-как убрались в этот временной промежуток, но история получилась очень куцая и непонятно. Если, например, я не читал книги, я не понимаю, что будет дальше. Пофиг на спойлере уже, на самом деле. Ну, то есть Волтер, в принципе, бессмертный, но они вроде как победили. Ну, как они, Роланд. И потом Роланд говорит Джейку, пойдем со мной, мне будет нужна твоя помощь. Никакого намека ни на извлечение троих, ни на вообще то, что их ждет дальше. Ну, то есть после Рэндала или Волтера, неважно. Алый король, но он в самой последней книге, то есть там обещали сериал. Обещали сериал. И, наверное, его уже не будет, не знаю. Перестрелка в Дикси Пик сделала, в принципе, неплохо. Но, опять же, довольно-таки куца. А, еще Парадол. Роршах. Забыл, как актер зовут. Ну, короче, это Роршах. Приспешник Уолтера в Срединном мире. Но, опять же, персонажи, в принципе, какие-то картонные. Они, у Кингут начинают раскрываться только там, к концу книги, к концу цикла. Здесь что-то все очень по верхушкам, как во всех современных фильмах, когда тебя пытаются продать франшизу. И начинается все очень нелепо. И... Не знаю, что еще сказать. Достаточно сказано, даже слишком много. Короче, за 120 рублей сойдет. Не знаю. 5 из 10. Сойдет нормально.